Всем привет! Меня зовут Дмитрий Мантула, я работаю в компании GlobalLogic. Мой опыт работы с Java и всем таким лет 12. И сегодня я хотел бы с вами поговорить про такую технологию, которая называется AcoStreams. Технология очень новая, прямо можно сказать bleeding edge. Мне кажется, она очень интересная и в моей компании была интересная задача просто провести ресерч по поводу того, что же это такое и как мы это можем использовать. Вам я сегодня расскажу мотивацию вообще использования этой штуки, что вообще мотивацию создания этой штуки. Я думаю, вы сформируете какое-то представление о ней и может быть придумаете, где ее можно использовать в своих проектах. Лет 10 назад, лет 15 назад, когда я только начинал программировать, системы были совсем другие, нежели сейчас. То есть это были какие-то монолитные сервера, которые менеджат контейнеры, реализационные базы данных. Скайлабилити была только скайлаб, то есть как вот Виктор Палищук говорил, что не бывает плохих алгоритмов, бывает плохое железо. Ну и проприетарное enterprise решение, которое там плодили всякие вендоры, локины и так далее. В общем, все медленно развивалось, но в последние десятилетия очень сильно возросли требования к программному обеспечению. То есть если сейчас Instagram грузится больше пяти секунд, то человек начинает нервничать. Количество информации в интернете возрастает просто космическими темпами. high availability требования тоже очень сильно повышаются, а теперь они… То есть если раньше нормально было, что там сайт лежит, очень нормально было, там 8 часов в год, то сейчас к системам просто космические требования, которые не позволяют даже там миллисекунды в год, чтобы система лежала. Ну, например, для всяких систем трейдинговых или военных и так далее. Ну и сейчас все hardware тоже стало очень разным, неоднородным. То есть у нас есть и какие-то кластеры, сервера, большие, маленькие, мобильные девайсы, одноядерные, в том числе и одноядерные. И последний тренд – это Internet of Things, где еще больше все запутано, в общем, совершенно разные решения есть и так далее. И, в общем, производительность требований растут. И как бы на что мы можем надеяться в этом всем? Мы можем надеяться, ну, например, на закон Мура, который говорит, что каждые 18 месяцев вычислительная мощность возрастает в два раза. У меня для вас плохие новости, он уже 10 лет как не работает, продолжает он свою работу только для мультипроцессорных систем. То есть на одном процессоре с множеством ядер возрастает действительно производительность, но для единственного ядра производительность не возрастает. Ну, вы скажете, да какая разница, собственно, почему бы не задействовать много ядер? То есть чем больше ядер на процессоре, или чем больше коров и процессоров в кластере, тем производительная система. Правильно или нет? На самом деле все неправильно, потому что все упирается в упрямый закон Амдала, который говорит о том, что при… ну, то есть вот такая формула есть, которая показывает рост производительной системы в зависимости от процента блокирующегося кода, который блокирует… ну, синхронного кода на многопроцессорной системе. То есть что он говорит? Если у нас, например, 5% синхронного кода, то есть вот время обработки прошло, запроса какого-то, и 5% времени из этого всего запрос блокируется, то есть синхронизируется с другими потоками, это значит, что сколько бы коров, сколько бы нод не было в нашем кластере, производительность системы мы можем только разогнать в 20 раз, не более. Ну, соответственно, даже 1% синхронного кода, он дает нам то, что если даже у нас миллион серверов в кластере, то всего лишь в 100 раз мы можем, стократный спидап можем достичь. Вот. То есть что это значит? Это значит, что мы должны как можно более упрямо бороться с синхронным кодом, не синхронизироваться. А почему же мы синхронизируемся вообще в наших системах? То есть что такое синхронные вызовы? Чаще всего они связаны с shared mutable state. Что такое shared mutable state и почему я его назвал level of concurrency? Дело в том, что shared state сам по себе он неплох. Если у нас есть какие-то переменные, которые доступны там во всем кластере или в какой-то системе, это в принципе неплохо. То есть какие-то данные всегда должны быть доступны. Мьютабл тоже как бы сказать, что mutable плохо нельзя сказать, потому что у нас все там локальные перемены и так далее, они mutable. Даже на немутабельных языках программирования там где-то внутри все равно какие-то мутации происходят, переменных. Но shared mutable state что значит? Значит, что сразу несколько консерверов могут использовать одни и те же данные, обновлять эти данные, появляется проблема inconsistent readов, появляются другие проблемы. Ну и в общем в конечном итоге получается, что как только мы сталкиваемся с shared mutable state, то могут возникнуть, то есть возникают блокировки, с которыми мы должны бороться. Соответственно, это самое большое зло для нас. Одним из решений является, вот интересная фраза, формулированная в книге Effective Go, не коммуницируйте sharing, do not communicate by sharing memory, instead share memory by communicating. Что это значит? Это значит, что мы не должны хранить какое-то state в одном конкретном месте, мы должны в общении между нодами, в общении между узлами хранить весь state. Он должен быть как бы постоянно живым, постоянно находиться в движении. Для того, чтобы удовлетворять требованиям, которые были описаны ранее, группа умников из компании TypeSafe, сейчас она называется LightBand, придумали реактив-манифест, то есть они назвали такой, назвали новый дизайн реактивным дизайном, и у него есть четыре главные кейпоинта. Первое, это системы должны быть отзывчивыми. Что значит отзывчивая система? Например, у вас есть какой-то UI, и в этом UI вы нажимаете какую-то кнопочку и выполняется какая-то операция долго. Система должна сразу показать, что какая-то эта операция выполняется, она должна показывать вам статус бар, иначе вы не можете знать, произошла ли там какая-то ошибка и система полностью заглючила, либо это все-таки выполняется длительная операция какая-то. И в некоторых случаях, например, опять же в военных системах, трейдинговых системах и так далее, удовлетворение требованиям SLA намного важнее, чем правильность ответа даже. То есть если какая-то возникла ошибка, мы должны ее узнать как можно раньше, и даже не пытаться дать какой-то правильный результат, а скорее, скорее, скорее отдать сообщение о том, что что-то происходит. Вот, это и есть responsive. Elastic. Системы должны быть эластичные. Что это значит? Они должны скейлиться не только up на более мощном железе, однонодном, но и out, то есть легко скейлиться на множество разных нодов. При этом не должно быть центральной точки fail, single point of failure. И новые требования этой системы должны скейлиться in и down. Это значит, что при падении нагрузки автоматически должны освобождаться ноды. Одна из причин, допустим, экономия денег, когда мы используем какие-то клаудные решения. Системы должны быть resilient. Resilient это значит следующее. Если мы пользуемся сетями, а у нас в пластерах обязательно есть сети, это неминуемо приводит к тому, что могут быть сетевые ошибки. И мы должны к этим ошибкам относиться нормально. И наша система должна быть полностью толерантна к возникающим ошибкам. И для этого ошибки, то есть как явление, возводятся как в сущности высшего порядка. Точно так же, как и сообщения, которые выходят по системе, точно так же должны ходить и ошибки. Ну и последнее, за счет чего застигается все остальное, это система должна быть message-driven, то есть асинкронная передача сообщений. Она дает нам loose coupling, она дает нам изоляцию полностью компонентов, независимость. Она нам дает location transparency. Ведь если мы можем запаковать какие-то данные в конверты куда-то отправить, и этот конверт будет сериализуемый, то нам не важно, он выполняется все на этой ноде или на другой ноде, учитывая, что у нас нет shared state никакого, mutable. Failures as messages, как я сказал. Что это нам дает? Это нам дает действительно эластичность, систем load management и хороший flow control. Ограничение, которое накладывает все вот эти keypoints, это то, что система должна быть реактивной полностью сверху донизу. То есть если мы пользуемся асинкронными сообщениями везде, то даже, допустим, драйвера баз данных должны быть тоже асинкронные. Или мы должны придумывать какой-то вираккаунт. И то же самое, presentation layer должен быть то асинкронный. Ну, например, как web socket и так далее. Вот, собственно, это о реактивном софтвере. Решением этой задачи является очень такая уже проверенная за 43 года модель. Модель называется модель акторов. Кто знает, что такое акторы? Ага. Тогда я быстренько совсем. Ну, в общем, они сформулированы были 43 года назад. Проверенная модель использовалась в системах Telecom. Все суперски работает. Ну, а в 2009 году команда из TypeSaver взяли эту модель для того, чтобы перенести ее, портировать ее на JVM. Вот. На JVM она успешно работает. Поддерживает Java 8 с 2014 года. Поскольку у нас конференция Java, то, собственно, это может быть интересно. Что же такое актор? На самом деле, если бы коротко, то это кусок кода, у которого есть мейлбокс и внутреннее состояние, и которое отвечает на все месседжи в едином трейде. То есть вот так вот можно графически изобразить. Есть какой-то мейлбокс, поступающие сообщения. Есть какое-то поведение у него заданное. Есть какое-то состояние. Когда мы начинаем обрабатывать сообщение, мы берем одно сообщение, берем один поток, и на этом потоке выполняем обработку этого сообщения. То есть фактически у нас на самом деле актор – это как обычный объект в ООП. За исключением того, что все вызовы к нему выполняются на каком-то конкретном потоке полностью асинхронно. То есть он получается еще более изолированный, чем классический объект в ООП. Потому что если в классическом мы, чтобы узнать состояние, должны getter вызвать, если задать состояние setter, то здесь мы должны просто отправить сообщение с вопросом. Не скажешь ли ты, пожалуйста, свое состояние или не изменишь ли ты, пожалуйста, свое состояние. И актор в ответ может что-то ответить, а может ничего не отвечать. То есть это на его усмотрение. Благодаря этому получается, что акторы не занимают потоков. То есть они занимают потоки только когда они уже выполняются. Они консумят минимальное количество памяти. Там футпринт всего 300 байт. Ну и, собственно, в спокойном состоянии они вообще ничего не делают. Они просто лежат в памяти. А когда во время обработки они могут делать следующее. Они могут делать какие-то изменения, локальное состояние. могут отправлять сообщения другим акторам, могут создавать и обзоровать другие акторы. Могут изменять свое поведение. Ну, я уже сказал. И какие-то сайд-эффекты создавать. Допустим, писать в ИО, там, логи. Доступ в вас в данных и так далее. Преимущество этого всего. Мы гарантируем то, что состояние не меняется. То есть мы не пытаемся что-либо поменять из множества трэдов. Потому что любая перемена, любое состояние хранится внутри актора. А к нему есть доступ только через один трэд, ну, в одном трэде. Вот. И мы забываем полностью про shared state, про среды, как класс, который мы используем в Java и Scalic. Про все локи, synchronized блоки, concurrent коллекции и так далее. Wait, notify, notify all. Все это выбрасываем. То есть становится нашим, как бы, новым примитивом concurrency именно актор. Как же выглядит актор? Вот на Scalic имплементация следующая. То есть у нас, допустим, есть актор, который должен генерировать число от нуля до N. То есть есть message, который у нас сериализуемый и immutable. И, собственно, вот сам класс актора. У него есть метод receive. Вот. И он петрометчингом, если пришел такой-то вот message, то он сендеру обратно отправляет какое-то там рандомное число. И, соответственно, как этот актор запускать? Мы запускаем сначала actor system. В нем создаем inbox. Inbox – это такая штука, которая создана для взаимодействия с внутренним миром актор-системы. В эту актор-систему, в этой актор-системе создаем вот этот рандом-генератор actor. Отправляем ему, сгенери, пожалуйста, сообщение от нуля до восьми. И дальше ждем в inbox, ждем в inbox, когда появится ответ от этого актора. Хотя он может, в принципе, не появиться. Ну и распечатываем результат в лучшем актор-систему. Я это коротко рассказываю просто про акку. Какие еще есть плюшки у акки? Это supervision model. Это когда актор создает другие акторы, он наблюдает за ними и определяет все виды обработки ошибок, какие бы там ни возникли. Routing via configuration – это значит, что мы любой актор можем заменить на множество других акторов такого же типа. И при этом мы не меняем никакой кода абсолютно, а мы просто в конфигурации задаем, что вот когда у нас попросят вот такой вот актор, дайте, пожалуйста, ему роутер, который будет роутить по какому-то алгоритму на пять других акторов. Это идеально подходит, например, для воркеров. Remote actor, UI configuration – это значит, что мы можем взять и задать в конфигурации просто, что актор должен создаваться не на локальной машине, а на какой-то другой GVM на той же ноде или на другой ноде. Вот, кластеризация через конфигурацию, но это сегодня еще будет доклад, последний на этом треке о кластерах. Какие же недостатки имеет така? Первый недостаток – это то, что у нас нет DSL для определения flow этих движений месседжей. То есть фактически… И второе – это type unsaved message. Если вы видели, там receive принимает тип any, ну то есть тип object. Как бы мы не определяем заранее, какие типы месседжей принимает наш актор. То есть получается у нас абсолютно unsaved flow по типам. Даже вот Саша, разработчик из IntelliJ, может быть вы вчера были на его докладе, я не помню, каким он по счетам был, он… Сейчас они разрабатывают специальный плагин, который будет в акке анализировать использование одними актерами других актеров, референсы анализировать, flow анализировать и будет выдавать ворнинги, если вы из одного актера пытаетесь другой актер выслать неправильного типа сообщения. И то это будет только гипотеза, на самом деле не факт, что оно будет правильно предсказывать, потому что актеры могут менять поведение, ну и соответственно, мы никогда не можем знать, как поведет себя актер в будущем, потому что поведение задается просто как partial function. Из-за этого мы можем сделать вывод, что актеры являются не панацеей, они являются примитивами какими-то для создания более общих абстракций. Собственно, об этих абстракциях я расскажу позже. И вторая проблема, которая есть, это агрессивные стратегии переполнения буфера. Я сказал, что у каждого актера есть мейлбокс и есть разные типы этих мейлбоксов. Есть bounded и unbounded мейлбоксы. И в случае unbounded мейлбокса мы имеем всегда опасность того, что у нас будет out of memory, потому что мейлбокс может расти бесконечно, и соответственно, когда-то память может закончиться, если мы не успеваем обрабатывать сообщения. А если bounded, тогда есть какие-то стратегии, как выбрасывать сообщения. Ну и соответственно, агрессивная стратегия по поводу того, что либо мы фейлимся при попытке добавления нового месседжа, либо мы теряем просто сообщения. Ну и соответственно, никакого механизма правильного сохранения всех сообщений надежного в АКЕ нет. То есть вот такая самая простая примитивная ситуация, которая возникает во многих типах систем. Есть у нас publisher, subscriber. Какие-то данные идут. Есть asynchronous boundary. То есть, допустим, это actor, и это actor, или это нода, и это нода. Но соответственно, на стороне subscriber обычно делается какой-то буфер, который собирает сообщения от publisher. Вот этот буфер может в конце концов взорваться, или мы должны просто выбрасывать оттуда какие-то сообщения. Мы должны как-то сигнализировать publisher о том, что мы больше не можем справляться, если консюмер очень медленный. Для этого есть такой термин backpressure. Он означает, что… То есть есть несколько разных имплементаций backpressure. Один из них, допустим, одна из них самая примитивная. Это мы можем высылать publisher, допустим, NAC. То есть negative acknowledge, то есть что мы говорим нет, 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 все, все, все. Больше не можем обрабатывать. Либо есть в TCP, например, стандартная тоже реализация, называется sliding window. Когда отправляются какие-то данные от publisher к subscriber, то subscriber обратно высылает, сколько в следующий раз высылать этих данных. Хотя это связано с множеством проблем. Называется philly window syndrome, когда получается, если subscriber совсем загнулся, то у нас весь трафик формируется просто из хеддеров с минимальным количеством байт. Ну, с запросами на минимальное количество байт к сабскайберу. То есть получается очень сильно полютится трафик. Ну да, а как продюсер, собственно, на это должен реагировать? А продюсер, который получил какое-то сообщение о том, что консюмер не может обрабатывать сообщение, он что может делать? Первое, что он может делать, это замедлиться. Если он может замедляться, правильно? Не каждый продюсер может замедлиться сам по себе. То есть это разные типы данных. Если мы какие-то там, допустим, анализируем трафик из интернета и сами скачиваем его, то тогда да, мы можем меньше скачивать, допустим. А если мы анализируем какие-то онлайн данные, которые нельзя ничего пропустить, то мы ничего не можем делать, кроме как, второй вариант, буферизировать это. И опять-таки же убираемся в проблему bounded буферов. Что еще мы можем делать? Мы можем выбрасывать элементы, если такая возможность есть. Ну, либо просто падать. Соответственно, вот я описал вам механизм backpressure. Как он работает? То есть каждый раз, когда в буфере консюнера освобождаются какие-то ячейки свободные, он просто высылает обратно продюсеру, пришли мне еще сколько-то месседжей. Вот так оно и работает. И давайте посмотрим такая ситуация. То есть у нас есть какой-то flow, и в нем есть один, то есть пара элементов, продюсер-консюнер, у которых есть backpressure. Как я уже описал на предыдущем слайде, получается, что проблема сохраняется для предыдущего буфера. То есть вот здесь буфер может переполняться. То есть одно из решений было медленнее генерировать данные, но эта нода, вторая нода не может медленнее генерировать данные, потому что ей приходят данные из первой ноды, и она никак не влияет на это. А здесь нет backpressure, не реализовано. Второй вариант – буфер, который тоже может переполниться. Третий вариант – дропать элементы, которые нам не всегда подходят. Четвертый вариант – фейлиться. В общем, нет нормального решения на самом деле для того, чтобы в середине держать какие-то две ноды, в середине flow, которые будут backpressure поддерживать, и при этом все будет работать. Поэтому этот вариант не подходит, и если мы пользуемся backpressure, то полностью вся система должна быть от начала и до конца полностью, весь flow должен поддерживать backpressure. Ну, соответственно, такая реализация, то есть такой механизм, он требует некоторых стандартов в программном обеспечении, которая, ну, то есть как-то стандарт для взаимодействия между разными фреймворками, разными технологиями, разными сетевыми протоколами. Как-то это все должно быть описано в одном месте. Называется этот протокол, то есть этот протокол придумали в 2013 году. Называется он reactive streams. Он описывает, то есть требования к нему были следующими. Он должен быть абсолютно минималистичный, потому что он будет поддерживаться на множестве разных систем, платформ, языков программирования и так далее. Должна быть полностью поддержка асинхронности из требований, которые я до этого описал. Он не должен никогда блокироваться, то есть нон-блокинг код мы никакие среды не блокируем. Safe должен быть, то есть у него в дизайне не должно быть возможности deadlock, потому что, как вы видели, там есть цикл, то есть отправляются данные в одну сторону и деманду в другую, и, соответственно, в какой-то момент может возникнуть блокировка deadlock. Должен быть purely local abstraction. Это значит, что мы должны, как бы все взаимодействия должны как бы происходить локально, и даже если они происходят не локально, то все равно код должен писаться локально. Это такая идеалистичная идея. Должен поддерживать синхронные имплементации, потому что у нас это все может происходить в том числе в Internet of Things, где одноядерные процессоры, например, и получается, что такое требование возникает. И compatible with TCP, потому что TCP очень важный протокол для интернета, и в TCP, как я уже сказал, есть поддержка sliding window, то есть сам по себе TCP уже поддерживает backpressure. Это дает нам безграничные возможности в том плане, что если несколько нод есть, ну, обработчиков в сети, то мы можем полностью написать протокол, который бы поддерживал backpressure с самого низа до самого верха. То есть от самого сетевого уровня до самого уровня application. И, собственно, решение нашлось, и даже вот в 2013 году сформулировали это как reactive non-blocking asynchronous backpressure, и в 2015 году совсем недавно Дагли, это самый главный, наверное, специалист по конкуренции вместе с Брайаном Гетцем, они, в общем, предложили включить в Java 9 этот протокол, как, ну, то есть этот манифест, как SPI, сервис протокол. Забыл. В общем, описывается это всего тремя сущностями, publisher, subscriber и subscription. Идея следующая, что у нас на паблишере вызывается метод subscribe, он принимает subscriber какого-то и создает subscription. Собственно, они так и общаются. У subscriber есть методы on subscribe, которые, когда вот subscription какой-то появился, методы on next, это когда данные передаются какие-то on error, это, как я сказал, ошибка, это сущность высшего порядка. И он complete, это когда flow полностью закончился. Subscription, это метод, как обратно взаимодействует, то есть subscriber передает данные паблишеру. Он может зареквестить какое-то количество данных, то есть какое-то количество элементов, в данном случае не оговаривается, байт это или каких-то объектов. И есть cancel, когда он говорит, что все, я не могу больше принимать по какой-то причине эти данные. Этот cancel обычно пропагейтится через весь flow от самого дальнего subscriber к самому дальнему первому паблишеру. Заметьте, что все методы void, это значит, что полностью оно синхронное, ничего не блокируется, мы вызвали и не издем никаких результатов. Ну, собственно, и реализация этого reactive streams есть в АКе. На самом деле реализации много. Допустим, RxJava, по которой на этой конференции не видно много лекций. Это интересная штука. Есть имплементация Vertex, имплементации еще там какие-то. Ну, в общем, я сегодня рассказываю про АКе streams. Значит, в чем идея? Она полностью, эта имплементация полностью скрывает от конечного пользователя сами reactive streams. То есть мы не должны абсолютно задумываться о том, что там какие-то reactive streams внутри имплементируются. Мы полностью абстрагируемся от backpressure, потому что полностью все узлы и имплементация полностью это уже учитывает. То есть мы вообще не думаем о backpressure. И даже на самом деле достаточно сложно поставить эксперимент. Ну, не то, что сложно, но не очевидно, как поставить эксперимент, чтобы показать, что есть какой-то backpressure, и он правильно обрабатывается системой. Под Aka streams лежит Aka, которая, то есть мы когда описываем наш флоу обработки, мы с помощью объектов более абстрактных сущностей, нежели актера, описываем весь флоу, а потом нажимаем там, ну не нажимаем кнопочку, а запускаем определенный метод, и весь этот граф, который мы описали, весь этот флоу, он материализуется с использованием актеров. И опять же мы можем вообще не знать ничего об этих актерах, и человек даже, который не знает, никогда не пользовался Акой, в принципе может пользоваться Aka streams. И забегая как бы вперед, скажу, что можно и из Aka streams вытянуть нативные интерфейсы реактив стримса, и можно вытягивать взаимодействие с нативными актерами. То есть все это поддерживается для каких-то более серьезных операций, или допустим для интеграции с существующими актер-системами, и с существующими другими фреймворками, которые, ну допустим с RxJava, которые поддерживают протокол реактив стримс. Сейчас я покажу вам Hello World на reactive streams. Так, сколько у нас? Ага, время еще есть. Значит, для того, чтобы… То есть я напишу самый примитивный пример кода. На самом деле многим из вас, я думаю, этот код напомнит немножко стримы в Java 8. На самом деле много чего общего. С заключением того, что в Java 8 имплементация полностью сделана на каких-то Java моделях, которые внутри чаще всего используют какие-то конкурент-коллекции. Для актер-стримс используются внутри, под низом лежат актеры. Ну, допустим, создам я… Так, сейчас… Какой-то лист, допустим. Вот. И я создаю source, то есть это источник каких-то срэмэсседжей из этого листа. То есть у него есть стандартный метод. И run for each. И для каждого из этих мэсседжей я вызываю println. Вот. Если я попробую запустить это все, то оно у меня не запустится по причине того, что для запуска я еще должен задать материализатор. Как я сказал, материализатор… Ну, то есть материализация – это процесс превращения вот этого моего flow в конкретные какие-то актеры, которые живут в актер-системе. Соответственно, я должен создать implicit materializer. А для того, чтобы создать implicit materializer, я должен создать еще и актер-систему. То есть что получается? Я создаю какую-то актер-систему. Говорю актер-материалайзером, что значит материализируй мне, пожалуйста, то, что я тебе скажу в вот этой актер-системе. Создавай в ней все актеры. Дальше я создаю список. Это самый обычный список, который классический в скале. Дальше создаю source из элементов этого списка. И для каждого из них вызываю println. Ну, на самом деле, вот заключение первых двух строчек очень похоже на, я думаю, все заметили, что очень похоже на Java 8. То есть таких отличий никаких, собственно, и нет. Из чего же состоят вообще вот эти флоу, которые есть в актер-стримах? Главные строительные блоки, их три. Это source, то есть это какой-то граф, какой-то флоу, у которого есть один единственный выход. Это синк, это флоу, у которого есть единственный вход и никаких выходов. И, собственно, есть флоу, у которого есть один единственный вход, один единственный выход. Все построения всех графов в вако-стримс сводятся к использованию этих трех блоков. Ну, и соответственно, есть алгебра определенная. То есть если мы к source присоединяем к концу флоу, то получается вот графически понятно, что это тоже source, потому что один выход. Вот если флоу и добавляем синк, то, соответственно, это один большой будет синк. Вот если флоу и флоу, то это все равно флоу получается. Вот. Но и самое главное, что если мы source соединяем с синком, то мы получаем runnable graph. Собственно, что такое runnable graph? Это единственный вариант, как мы можем запустить полностью наш стрим в работу. Пока у нас не соединены все входы со всеми какими-то выходами, то есть все порты не объединены воедино, мы не можем запускать этот граф. Я сейчас покажу на примере задачу следующую. У нас есть range от 1 до 10, и мы должны просто вывести умноженный этот range, каждый элемент этого range умножить на 2. для этого создаем опять же source из 10 элементов. Дальше мы создаем флоу, который, собственно, умножает элементы на 2. Для этого используем… Так, надо было заимпортить все заранее. Создаем, то есть флоу, и говорим ему map, и каждое значение преобразовываем в строку, которая, соответственно, держит в себе решение, то есть как бы умножение на 2, и дальше создаем sync. Нет. Скал, одесса. Forage. Forage и здесь println. Собственно, получается, мы создали отдельный source, создали отдельный флоу, создали отдельный sync. Здесь даже можно задать тип специально, чтобы ничего не путать. После этого мы должны их как-то связать. Связываются они следующим образом. То есть такой есть DSL, достаточно примитивный. На самом деле можно было вот эти все мэпы и так далее все вместить в одну строчку, как я показал в предыдущем примере. Но для понятности я сделал так. Соответственно, поскольку мы связали source с синком, то мы получаем в конечном итоге runnable graph. Проверяем. Да, runnable graph. чтобы его запустить, нужно вызвать метод run. То есть он что делает? Он запускает процесс материализации и выводит, ну то есть запускает все, показывает все результаты. Теперь я объясню еще подробнее, что же значит материализация. То есть мы создали какой-то source. Source это просто какой-то макет. Он ни разу не запускается. Даже если мы в него там передали лист или передали какой-то input stream, передали какой-то файл или что-то еще. Мы создали flow. Flow это тоже такой какой-то макет, который принимает в себя абсолютно какие-то абстрактные вещи. И мы создали sync, который говорит о том, что все элементы просто распечатывай. После этого мы когда вызываем вот эту нашу конструкцию, мы как бы эти макеты объединяем вместе. То есть связываем их как-то и получаем новый макет, который ни разу как бы еще не запускался и никакие ресурсы не аллоцировались. Я говорил о том, что создаются актеры, так вот на данный момент никакие актеры еще не созданы. И после того, как мы вызываем run, у которого есть вторым параметром implicitный материалайзер, мы по определенным правилам заданным в материалайзере аллоцируем все, создаем все актеры, которые нужны нам в актер-системе для того, чтобы выполнять эти расчеты. Аллоцируем все ресурсы, поднимаем все TCP соединения, открываем все файлы и запускаем все потоки, прогоняем полностью этот стрим. То есть это все происходит в методе run. Собственно, вот так вот работает материализация. Это важно понимать. И материализацию на этом графе мы можем выполнять несколько раз. И при этом будут создаваться каждый раз новые актеры, каждый раз будут новые ресурсы аллоцироваться, если это возможно, допустим, если мы какие-то порты исключительные не заняли. Если мы посмотрим, какие типы у нас принимают source, flow и sync, то мы заметим, что помимо того, то есть понятно, что source у нас интов, помимо этого есть еще какой-то дженерик тут непонятный, который not used называется. На самом деле not used это обертка над юнитом, что-то типа того. Но вот заметьте, что здесь int и not used, здесь flow, у него тип из int преобразовывается в string и опять not used. А у sync он принимает стринги, но возвращает future done. То есть очень странно, как бы везде not used, а здесь future done. И рандобл граф у нас опять not used. Что это такое? На самом деле при материализации графа, когда мы его описали, у нас могут возникать, помимо стандартного какого-то результата, который у нас тут есть после вызова метода run. Какой-то мы получаем результат. На самом деле в процессе могут создаваться и еще какие-то значения, которые бы этот граф хотел нам выдать. То есть когда мы запускаем вот наш граф, какие-то вспомогательные объекты нам должны быть переданы. Допустим, когда мы запускаем граф и в нем есть sync, то этот sync нам хочет дать future на то, что он выполнился. Но это не сильно понятно, но это самая большая трудность, когда я разбирался со всем этим ACoStreams. Для меня это было сложнее всего понять. И в общем я думаю, что для многих это проблема. Но самое главное, что на каждом этапе материализации могут возникать какие-то вспомогательные значения, которые потом нам могут пригодиться. А зачем нам много может пригодиться future на done? А для того, чтобы мы могли дождаться результата выполнения. То есть получается, вот этот future, он завершится тогда, когда полностью все стримги, которые пришли в sync, они полностью выведутся вот куда они там, println, когда вызовется последний println, тогда вот этот future завершится. Materialized values могут использоваться, допустим, ну я демо быстро покажу, для, например, следующий пример кода. не видно, да? вот так включу. Вот пример кода следующий. У нас source можно создать из актора, допустим. То есть мы говорим, пожалуйста, сделай нам актер, в который мы можем, то есть вот это будет source, сделай, пожалуйста, materializer, сделай нам, пожалуйста, актер, в который мы будем посылать сообщения, и эти сообщения будут попадать вот в этот source. Но мы же не можем сразу передать актер, потому что у нас каждый раз материализуется полностью граф по новой, и создается каждый раз новый актер. Вот. Получается, что на момент создания этого сорса мы не можем создать вот нужный нам актер. То есть он нам должен прийти только тогда, когда мы материализуем полностью поток, flow полностью. Вот. В таком случае вот этот метод, actor ref, это как бы factory, можно так сказать, он принимает, в отличие от, он вторым параметром имеет не not used, как в прошлом случае, а он имеет actor ref. Мы этот актер ref потом протягиваем через весь flow. Вот. И когда мы материализуем граф, вот graph.run, вот тут был sync, у нас возвращал future на int. Это задача у нас, что нам надо делать? Ага, посчитать сумму каких-то там int. Вот. То есть получается, что мы должны, когда материализуем граф, мы должны получить и актера, и future на то, что полностью завершился весь процесс. Вот. Это достигается, вот они там долго спорили о том, как это правильно делать, но вот решили, что вот это наиболее type safe вариант. Собственно, type safe, они делают очень много усложнений для того, чтобы была достигнута type safe. То есть фактически у нас actor ref передается типом, потом протягивается в самый конец, и в момент, когда мы этот граф материализуем, у нас, вот это кто знает, скальная конструкция такая, вот пришел tuple, мы его разворачиваем. То есть создаем переменную actor ref и переменную future. Вот. После этого у нас есть возможность actor ref передать какие-то сообщения, вот, и передать результат, то есть статус done, сказать, что он завершился, и, а у future просто дождаться, когда она закончится, вывести результат и затерминайте актер систему. можно будет потом посмотреть, я выложу презентацию более, ну, более подробно можно будет этот код посмотреть. Также ACO Streams дает возможность создавать совершенно разные шейпы, например, можно делать разные фан-ины, которые принимают множество входных, можно однотипных, то есть одного типа значений, а можно разных типов, то есть как-то может, допустим, там ждет у нас и цену, и фамилию, и так далее, это все из разных flow, потом собираем вместе, спаковываем и выпускаем какое-то одно значение. То же самое может быть fan-out, который сплитит объекты и так далее, и даже bd-flow, это такой flow, который позволяет, допустим, имплементировать в одной коробочке, в одном графе, имплементировать какой-то протокол кодирования, декодирования, то есть фактически у нас на вход посылается, на один вход может посылаться закодированный поток и выходить декодированный, а на другой вход декодированный и высылается кодированный обратно. Вот, также в AcoStreams есть два типа DSL, один plain DSL, как я вам показывал, что вот из source мы получаем flow, и flow, как-то несколько flow нанизываем и вводим в sync какой-то. Вот, кроме этого мы можем создавать какие-то сложные, более сложные графы, но для этого есть отдельный DSL, который специально, умышленно отделяет полностью от plain DSL, потому что он намного сложнее, требует дополнительного понимания, и специально, чтобы, ну, как бы не загрязнять код, не делать его каким-то там ужасным, вот, специально изолируется это все в отдельный DSL, и если у нас, допустим, есть код, ну, то есть мы не стремимся все стандартизировать, то есть такого как бы композит или как сказать по термам у нас нету. Вот, допустим, пример использования граф DSL. Простая задачка, нам надо, вот приходит число с тремя, надо показать, сколько оно будет умноженное на 2 и сколько будет умноженное на 5. Вот, простая такая задача, то есть вот граф DSL, мы создаем вот такой граф, вот это все, это описание этого графа, задаем в нем source, который там от 0 до 10, опять же, sync, который просто выводит на печать, вот, дальше задаем broadcast, который принимает, который говорит, что мы сейчас будем сплитить на 2 потока, вот, это будут у нас int, и второй это merge, который говорит, что мы принимаем стринги, мы их мержим обратно в один поток, вот, после этого мы зарегистрируем два flow, один умножает вот на 2, там такой хитрый, второй умножает на 5, ну, то есть все на самом деле просто, и дальше вот такой вот у нас есть DSL прикольный, мы показываем source, связываем его с broadcast, связываем с flow, который на 2 умножает, мержем и в single отправляем, дальше не надо полностью повторять весь, ну, все описание, мы просто говорим, также из broadcast, отправляем в F5, то есть во второй flow, и это все тоже мерджер. Да, вопрос? Ну, он на самом деле вот этот broadcast, он понимает, каким input этого broadcast, все connected, то есть тут пробелы не надо, не обязательно ставить. Что за? и если вы еще хотите добавить? Это не обязательно, это можно вообще в другой строчке задать. Вот, и, ну, то есть получается следующее, что на этапе компиляции, конечно же, проверить, что все выходы со всеми входами соединены, невозможно. То есть вот это, вот этот shape, в конце концов, когда мы создаем, вот, он проверяется на этапе запуска, то есть как только мы запустили. Ну, потом подойдете, зададите вопрос. Вот, хороший вопрос, да, классный вопрос. Вот в данном случае, в данном случае будет выполняться последовательно. Вот, но можно задать, есть разные механизмы, как можно сделать так, чтобы они выполнялись именно параллельно. Вот, в данном случае как бы не ставят с целью, тут главное функционально как бы разделить это все на несколько, но действительно можно, можно сделать параллельно это. Это можно сделать, это можно сделать, сделается, асинкронность баундери там ставится перед этим, вот, и дальше, ну, ну, есть map async, допустим, метод map async, который позволяет, вы ему передаете функцию, и он ее, вот, там передается степень параллелизма, и он на потоке постоянно, ну, как бы вызывает, в общем, он принимает функцию, которая возвращает в фьючер, вот, и это выполняет нам на необходимом количестве потоков, то есть это можно распараллеливать. Вот, я хотел еще показать back and pressure, но, к сожалению, уже не успеваю, и покажу еще, какие есть сорсы из бокса, то есть, когда вы пользуетесь, вот, ACO streams, вот, какие вы можете сорсы создавать вообще готовые, то есть вы можете сорс из iterble создать, пустой сорс, сорс из одного элемента, сорс, в котором один элемент постоянно повторяется, сорс, который просто зафейлился сразу, то есть ему эмулировать какой-то фейл, сорс, который в materialized value вернет maybe, то есть это промис какой-то, который вы потом можете завершить либо успешно, либо не успешно зафейлить. Вот, actor получить, cue получить, в который вы будете накидывать элементы, причем этот cue поддерживает back pressure, соответственно, если у вас cue переполнилась, то новые офферы в этот cue не будут выполняться, они будут ждать, пока завершатся предыдущие. Потом ticker, который каждую секунду или сколько-то создает один и тот же элемент. Потом из итератора можно создавать, из фьючера можно создавать, из графа можно создавать, то есть вы описываете граф с помощью graph.dsl и так далее. Дальше, плюшки еще такие, из файла можно создавать сорс, который делает байт-стринги, достает из файла tcp-сный и даже можно делать вот reactive streams, если у вас есть subscriber, то, пожалуйста, вы можете создавать из него сорс. То же самое out-of-box синки, синк, который полностью вообще игнорит то, что вы в него присылаете, полностью игнорит. Sinkhead это тот, который возьмет первый и все скажет спасибо, complete и полностью completed весь flow. Last это наоборот дожидается, пока flow закомплитится и вернет последний элемент. Cancelled понятно, cancel it сразу все. Sink sequence это дожидается, пока весь стрим придет и упаковывает его в sequence. Очень опасная штука, потому что out-of-memory тут очень часто гарантирован. Потом можно делать reduce, то есть на каждом следующем элементе выполняется операция reduce, то же самое как и fold. Можно сделать forage, вот как мы делали print.ln. То же самое можно сделать actor.ref, то есть штука, которая будет присылать в актор какие-то все сообщения. Потом создать Sink из графа, опять же с помощью graph.dsl. Можно выводить файл, и можно выводить в паблишера из reactive strings. Какие еще другие фичи есть? Как я уже сказал, вот есть map.sink для внешних вызовов, то есть когда нам надо взаимодействовать с какой-то внешней системой, мы просто передаем в map.sink количество, ну какой у нас есть параллелизм и передаем функцию, которая возвращает future на эти внешние вызовы. Мы можем создавать custom shape. Что это значит? Мы можем создать какой-то граф, у которого есть три, допустим, входа и два выхода, то есть какие-то совсем кастомные абстракции, которые для работы с нашими объектами. Мы можем создавать разные атрибуты для наших графов, например, уровень логирования или размеры буферов для наших графов. Можем создавать какой-то graph stage абсолютно кастомный, то есть как у нас есть sink, flow и так далее, мы можем вообще что-то немыслимое создать. Оператор fusing, классная штука. Если у нас есть несколько flow соединенных вместе, он не для каждого этого flow создает отдельный актор, а он по определенному алгоритму может вычислить, что, допустим, для вот этих двух flow, которые соединены последовательно, не обязательно создавать для каждого свой актор, мы можем просто взять их и склеить. Есть преимущество этого, допустим, меньше asynchronous boundaries, но есть недостатки. Дольше выполняется материализация и в конце концов у нас есть риск, что весь flow превратится в один однопоточный такой метод длинный. Есть supervision стратегии, то же самое, когда у нас реагирует все на фейлор. Интеграция с implementations на reactive streams я показал. И тестируется все с помощью streams test key, то есть есть специальная библиотечка, которая позволяет проверять правильность работы сорсов, синков, выстраивать всякие expectations и так далее. Но ресурсы, которые есть, вообще это очень новая штука, поэтому единственный ресурс, который, собственно, по AkaStreams это документация на сайте Aka.io. Есть всякие там лекции по этой теме, но лучше всего экспериментировать самому, брать какие-то конкретные примеры и пробовать это все. Штука, мне кажется, безумно полезной, потому что я пользовался, разбирался с Aka и пользовался Aka, и мне кажется, слишком низкоуровневой и малополезной в реальных проектах. Вот эта штука уже похожа на какое-то решение, которое юзер-френдли. Спасибо всем за внимание. У кого-то есть вопросы или бежим на обед? Что-то более привязанное к жизни. Допустим, получили мы какой-то реквест, нам его нужно куда-то там в базу засунуть и дальше как-то обработать. У нас может быть два выхода, true и false, то есть мы обработали или не обработали. А в данном случае вы описали, что синг только один может быть, а результат от A2 негативный, позитивный, как это? Инт, 101? А, ин 1. У нас результатов может быть два, плохой и хороший. А синг у нас как бы один, который просто говорит, что результат я принимаю, а что потом? Нет, можно задавать множество результатов, то есть там и тюплы можно передавать и несколько инов, чтобы было. А, то есть это просто ясно. Это в этом примере было. На самом деле с помощью граф-дсл можно выстраивать много и с помощью тюпл тоже. Такой вот вопрос, привести пример из реальной жизни, когда у нас есть веб-аппликейшн, грубо говоря, какой-то контроллер на вход, мы лезем в базу данных, мы лезем еще в какие-то внешние сервисы, отправляем ответ опять-таки на контроллер и он уходит на UI. Вот как оптимально здесь на AcoStreams выглядела бы структура такого кода? Имеет ли смысл на нем это делать? Не имеет ли смысл на нем делать? Как это, за счет чего у нас получится прирост в перформансе? опять-таки. Ну, прирост в перформансе у нас получится из-за того, что многопоточность мы максимально используем, и у нас тут нет блокировки нигде, ни в каких местах. база на самом деле, если мы делаем все правильно, то мы делаем, если у нас база синхронная, вы имеете в виду, то есть какой-то там GDBC, который классический, который ждет. Вот. Его выносят в отдельный экзекьютор, сред экзекьютор, вот экзекьютор сервис, отдельный абсолютно от актер системы. Ни в коем случае не вызывать на диспетчера актер системы. Вот. И все вызовы происходят как вот MEPA SYNC, то есть во внешнюю систему, там все блочится, а у нас эта система работает максимально быстро, даже если, то есть получается, актер куда-то туда отправил в какую-то внешнюю систему, и все, и сидит, себя ждет, и когда-нибудь к нему придет ответный, ну какой-то ответ. Вот. При этом блокировок не происходит, и те запросы, которые идут, минуя базу, они проходят вообще беспрепятственно. То есть в плане, если я делаю простой simple application, контроллер сервиса, база сервиса, контроллер, такой flow, я все равно получу ускорение за счет какого-то параллелизма больше, чем мне дает веб-сервер. Конечно. Вот. Мало того. Ну как, смотря какой веб-сервер, то есть понятно, что если блокирующиеся какие-то штуки, то здесь неблокирующийся код выполнится намного быстрее по правилу закона Амдала, да? То есть вы здесь имеете все возможности кластеризации и так далее. Кластеризация, самое главное, используется Аковская, то есть стандартная. Вот. Вы можете правильно описать в актер материалайзере, чтобы правильно разворачивался. То есть когда вы выполняете вот runable graph.run, вот, он может развернуться не на одной ноде, а на кластере сразу. Вот. Вот это самое главное преимущество. И в таком случае у вас, ну, конечно, будет boost перформанса намного больше. Опять же, если не будет нигде такого блокирующего кода, который будет совсем критичен. Ну, то есть она, по поводу слушания порта, там я показал, да, из коробки идет TCP слушалка. То есть и слушалка, и отправлялка, наоборот. Вот. Это все из коробки идет. На самом деле на базе aka.streams построен aka.http. Вот. Это замена спрею бывшему, если кто-то знает. Вот. И эта aka.http полностью, ну, она является как бы как веб-сервером. Вот. У нее есть там и сервер-клиент. Вот. И она, собственно, это свой такой веб-сервер, можно так сказать. А классический веб-сервер, типа, Томка-то уже давно прошла. Вот. Ну, конечно, конечно. То есть максимальные срепуты достигаются с помощью чего на данный момент? С помощью спрея, да, бывшего. Сейчас там aka.http догоняет его. Vertex и так далее. То есть это все технологии без веб-серверов, которые используют канад-сервера. Сами являются серверами. Вы упоминали джеб какой-то. А в каком виде это будет добавлено в Java 9 и это утверждено уже? В Java 9 будет добавлено только спецификация. То есть имплементация все равно остается как бы на усмотрение. Вы можете использовать REC Java и так далее. То есть пока на уровне спецификации. В стандартное там что-то будет заточено в комплитабл фьючер. Правильно я говорю? Я уже забыл, как эта штука называется в Java. Вот, да. В ней там что-то будут изменения какие-то, чтобы привести ее в соответствие с этими реактив-стримами. Вот вопрос. Да, вот если сравнить с Rx имплементацией, вот выглядит как-то проще Rx, потому что здесь материалайзер и нужно вот эти имплисит создавать. В чем преимущество? Дело в том, что вот они когда комментировали то, что они сделали, они сказали, что мы делаем специально немножко сложнее, но мы даем полностью исчерпывающий контроль, то есть мы даем полностью все инструменты разработчику. С этим на самом деле не так-то сложно разобраться, но даже по бэкпроекту бэкпрэжер у этой штуки есть намного больше возможностей, потому что Rx Java поддерживает только пул бэкпрэжер, вот, а эта штука поддерживает динамический свитч между пул и пуш бэкпрэжер, ну, это отдельная тема, вот, но она дает намного больше и экономное использование трафика. Скажи, ты говорил, что в нашей актер-системе там не будет никаких джавовских трэдов и так далее, ну, в любом случае у нас же она бежит на то же самое JVM, как и обычная JVM, все равно та же модель, то есть тот же shared memory лежит и так далее. Просто мы просто стараемся избегать блокировок, я верно понял? Избегать чего? Ну, сама АКО, да, то есть она старается избегать блокирующих каких-то вызовов. Конечно, конечно, то есть АКО, она построена на этом и на АКО написан вот Spark и на АКО написана Kafka и так далее, то есть они все используют уже АКО как модель примитивов, которая по определению вообще не допускает никаких блокировок. Еще вопросы? Нет? Все, спасибо. Спасибо.